Доброе утро! Доброе утро, мои хорошие! Доброе предоброе! Доброе морозное утречко! У нас, правда, сегодня уже не морозно, сегодня немножко потеплело. А у меня вкусненькое печенюшечки, кудряшечки, или как их там называют, все по-разному. Кто-то венским, кто-то кучерявым, кто-то печенье самое простое и быстрое, а кто-то печенюшки из бывшего СССР. Но у меня это мои, мои под названием. Если куда-то хочешь взять варенье, то испеки вот такое печенье с таким вкусненьким, тёпленьким чайком. Посмотрите, как он ещё тёпленький, с лимончиком. И, конечно, мои печенюшечки. Ну, а кому интересно, как я их делала, оставайтесь со мной. Переходите на мой канал, и будем вместе выпекать печенюшечки. Ну, а для наших печенюшек, растрёпок, кудряшек, столетних, каракулевых, или самых простых и быстрых нам понадобится 2,5 стакана муки, здесь у меня 420 грамм, пачка масла, нужно 200 грамм, но 180, ничего, пойдёт и так. 2 столовые ложки майонеза, 1 столовая ложка лимонного сока, по чайной ложечке ванильного сахара и разрыхлителя, пол чайной ложки соли, 100 грамм, ну, можно немножко чуть-чуть побольше, сахарного песка, кто любит сладкое, 1 яйцо. Вот и всё, что нужно для наших кудряшечек. Назовём их кудряшечками. В муку сразу добавили разрыхлитель, и сейчас на тёрочке потрем масло. Масло мы перетёрли на тёрке, ну, сами знаете, чтобы оно хорошо тёрлось, значит, я его, конечно, предварительно держала, ну, держала немножко в морозилке, поэтому оно хорошо-хорошо перетёрлось. А все остальные ингредиенты, яйцо, песок, сахарный, ванильный сахар, сок, майонез, мы сейчас всё это взобьём и соединим. У нас получится, должно быть, получится мягкое, эластичное тесто. Ну, вот такое должно получиться тесто, мягкое, эластичное, не липнущее к рукам. Значит, сейчас мы его достанем из мисочки и разделим на половинку, вот так вот. Одну половиночку уберём в пакетик и в морозилку, ну, где-то, наверное, минут, ну, наверное, на 30. Тесто настолько получилось эластичное, мягкое, прям такой, знаете, как мягкий-мягкий пластилин. Такое приятное очень. Его хочется жимкать и жимкать. Вот, сейчас мы его разделим на половиночку и половинку уберём в морозильную камеру. Ну, что, друзья мои, прошло 45 минут. Тесто у меня полежало в морозилке, вон оно такое стало, как будто бы камушек. Первую половинку мы раскатали где-то примерно, ну, тоненько, вот так вот, на подносик, на пергаментную бумажку. Вот, а ещё, это, знаете, печенюшки, хочешь куда-нибудь пристроить своё варенье? Испеки вот такое печенье. У меня есть вот такой джемчик. Ой, одной рукой неудобно открывать. Ой, ну, я открыла. Ну, как, джем из смородины, смородины. Вот он такой густой, вот. Но это не джем, а как бы варенье, да. Вот сейчас мы на первую половинку, на первый пласт, мы ровным слоем размажем вареница, а вот этот комочек потрем на тёрочке и отправим в духовочку при температуре 180 градусов, ну, где-то минут на 25-30 до красивой румяной корочки. Ну, как я складно сказала, хочешь использовать варенье? Испеки печенье. И сейчас вторую половиночку мы натрем поверх вареница. Ну, вот как-то так. Ну что, побежали в духовку? Побежали при температуре 180 градусов до красивой корочки 25-30 минут. И вуаля! Вот такая горочка печенья. Я уже кусочек съела. Оно такое рассыпчатое. Вкусное, сливочное. Так что, кому нужно пристроить вареница, пожалуйста, выпекаем вот такие вкусные печенюшки. Вкусняшки. Прям сама не очень люблю сладкое, но с удовольствием съела. Вкуснящее лакомство. Так что, прошу любить и жаловать. Вкусняшечка. Всем пока. Пока-пока. А мы остаёмся с вами. Лариса и Сергей. Всех вам благ. Субтитры создавал DimaTorzok